На этом уроке мы должны закончить наш разговор о Пушкине и Лермонтове и о лишних людях. На предыдущем уроке мы говорили о сочинении, которое можно написать о лишних людях, об Онегине, о Печорине. А сейчас тема, возможно, не столь важная, но интересная. И в то же время всё, что вы знаете, можно использовать на экзамене «Себе во благо». На экзамене есть на сочинении такое начало и завершение, это вступление и заключение. Многие обращаются к биографии писателя или к каким-то интересным фактам из его биографии, или к таким фактам, которые имеют отношение к написанному им в данном произведении. Я поэтому обращаю ваше внимание на вступление и заключение. Лермонтов сам был похож на своего героя Печорина. Хотя у него тоже энергия была ключом, но погиб он очень рано, ему не было полных 27 лет. И я всегда обращаю внимание детей на цифры, на даты его рождения и смерти. 1814 год – это за 100 лет до Первой мировой войны, а если перевернуть, получится 41 год его смерти за 100 лет до Великой Отечественной войны. Некоторые люди запоминают цифры таким образом, связывая их с какими-то событиями. Обращаемся к местам, связанным с жизнью и творчеством Лермонтова. Лермонтову не давали долго жить в Петербурге. Он вынужден был служить и воевать на Кавказе. Офицером он был очень храбрым и отчаянным. Вы это знаете. Я познакомлю вас с домом-музеем Лермонтова в Пятигорске и в Кисловодске с местами, связанными с его творчеством. Вот очень хороший музей, заповедник Михаила Юрьевича Лермонтова. Небольшой домик. И всегда волнует то, что именно в этот дом его привезли после дуэли с Мартыновым. И в коллекции музея есть уникальные экспонаты, личные вещи поэта. Я вам могу посоветовать, если вы где-то путешествуете, отдыхаете, то постарайтесь найти какие-то литературные места, побывать там и почувствовать энергетику этого места, связанную с писателем и его творчеством. Даже в этом музее можно видеть рукописи Лермонтова. Ну, конечно, это копии, но мы смотрим на почерк поэта. Такой стремительный, на исправление. Сами тоже учимся писать черновики. И комплекс музея включает в себя и дом Верзилиных, где случилась ссора с Мартыновым, приведшая дуэли. Вот эта гостиная, в которой случилась эта ссора. Мы знаем, что Лермонтов был хорошим художником. Он играл на музыкальных инструментах, рисовал, писал картины. Это акварель, приписываемая Лермонтову. А это здание бывшей эстарации, где проходили балы. И один из них описан в романе «Герой нашего времени». Поэтому, когда мы придумали проект осенью «Вечный герой нашего времени» – фото-выставку учащихся класса по мотивам повести «Княжна Мири», то обязательно одной из наших локаций должна была быть ресторация. Тогда так называли. И вспомним эпизод, связанный с этой ресторацией на Балу. Княжна Мири была там, и Печорин был там, когда нетрезвый человек, нетрезвый мужчина попытался пригласить княжну Мири на танец. А Печорин спас, можно сказать, её от этого человека. И потом даже княгиня Леговская благодарила его за то, что он так хорошо разрешил это недоразумение. И местом этого бала можно считать эту ресторацию. Написано, здесь имелись комнаты для приезжих, ресторан, зал, где устраивались балы. И один из таких балов описан в романе «Герой нашего времени». Лермонтов был в этом здании два раза. Это классическая архитектура в 1837 и в 1841 годах. Во время Великой Отечественной войны здание пострадало. Оно было взорвано фашистами при отступлении из города Пятигорска. И в 1955 году его восстановили, потому что в городе Пятигорске очень любят Лермонтова и гордятся тем, что Лермонтов жил в этом городе. И на старом Пятигорском кладбище имеется первая могила Лермонтова. Потому что после дуэли он был похоронен здесь, но через год почти ослепшая от слёз бабушка Лермонтова приехала и увезла его прах с собой и похоронила в другом месте. Сегодня мы говорили о двух романах. О романе Александра Сергеевича Пушкина «Эвгений Онегин» и о романе Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». И, как писал Белинский, связаны реки Онега и Печора, вот так и связаны герои Онегин и Печорин темой лишнего человека. Они являются лишними людьми русской литературы. И талант Пушкина и талант Зермонтова сделали так, что мы читаем эти произведения до сих пор и ищем в них, особенно в дневниковых записях Печорина, что-то созвучное своим мыслям. Например, что значит истинная дружба? В истинной дружбе один из друзей всегда подчиняет себе другого. Так может быть или так не может быть. Или всем известные строки из романа «Эвгений Онегин». Действительно, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. И даже и в летний сад гулять водил. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. И так далее. Ну и призываю вас читать. И Евгения Онегина, и героя нашего времени.